В это воскресенье состоятся президентские выборы. Важная политическая кампания для казахстанцев. По мере приближения дня воли и изъявления народа, агитационные меры продолжают набирать обороты. Кандидаты и их доверенные лица встречаются с избирателями и призывают не оставаться в стороне от важного события. Члены республиканского общественного штаба, кандидатов президенты Касымжо Марта Токаева провели ряд встреч с жителями Атыраусской области. Члены штаба сначала встретились с коллективом нефтегазового завода «Болошак» и обратили внимание на меры по развитию энергетического сектора страны. На встрече с ветеранами нефтегазовой отрасли были затронуты вопросы улучшения условий труда на предприятиях и повышения заработной платы. Далее на площадке рыбоперерабатывающего предприятия совместно с предпринимателями отрасли состоялся обмен мнениями по вопросам развития рыбного хозяйства и охраны экосистем водных объектов. Также состоялась встреча с общественностью области. На ней были обсуждены вопросы развития социальной и коммунальной инфраструктуры в регионах. В связи с выборами коалиционная группа приехала в Атырау. Наша цель – встретиться с местным населением, людьми на производствах и объяснить важность выборов и все, что с этим связано. В рамках агитационной кампании Мирам Кожикен ранее посетил 9 регионов страны, после чего прибыл в Алматы. Сначала он провел совещание с представителями правоохранительных органов Департамента по борьбе с коррупцией и общественными деятелями. Состоялся обмен мнениями на тему взяточничества. После встречи кандидат посетил дом ветеранов Шанырак, где встретился с получателями социальных услуг и людьми труда. Узнав о состоянии пожилых людей, он представил предвыборную программу. Ветераны подняли пенсионный вопрос, а люди труда говорили о возрасте выхода женщин на пенсию. Затем кандидат отправился на завод по производству вентиляторов. У Мирама Кожикена запланирован ряд дальнейших встреч в Алматы. Культура, гражданское общество, исполнение законов, как бороться с коррупцией. Прежде всего в культуре, в сознании человека, как народа, так и общества. У нас должно быть сильное гражданское общество. Если гражданское общество будет сильным, то власть тоже будет находиться под контролем. У нас есть законы, но статьи законов должны быть четко соблюдены. Продолжаются встречи кандидатов президенты Караката Абден в Шимкенте. Она побывала в одном из крупных производственных центров мегаполиса. Ознакомив коллектив с основными направлениями предвыборной программы, она ответила на вопросы. На фабрике трудятся 120 человек. Производят одежду, постельное белье. Затем кандидат встретилась с наблюдателями со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они обменялись идеями и мнениями по поводу предстоящей политической кампании. После Шимкента Караката Абден планирует посетить Туркестанскую область. Кандидат в президенты от Народно-демократической патриотической партии Аул Жигули Дайрабаев и его партийцы посетили Мангистаускую область. Они побывали на конеферме в Муналинском районе. В крестьянстве разводят лошадей адайских, мугалджарских и английских пород. Затем кандидат ознакомился с работой мукомольно-крупиного комбината. Общая стоимость проекта – 1,2 млрд тенге. Завод способен производить 150 тонн хлебобулочных изделий в сутки. На комбинате работало около 50 человек. Внутренний штат был значительно сокращен из-за накопившегося долга, общий объем которого достиг 450 млн тенге. Один из цехов на территории комбината вышел из строя. Первая проблема – это хозяйство корм для животных. Как известно, в прошлом году была засуха. Мы видели последствия. В этом году было много дождя и много влади. Слава богу, получили хороший продукт. Основная проблема мукомольного хозяйства – нехватка вагонов. Да, государство предоставило дешевую пшеницу. Но у нас нет вагонов, чтобы доставлять зерно. Кандидат в президенты Нурлан Ауэсбаев с агитационной работой посетил Мангистаускую область. Встретился с жителями города Жанаозен. На совещании презентована предвыборная платформа. Рассказано об общенациональной социал-демократической партии. Со стороны избирателей также был задан ряд вопросов представителю оппозиционной партии. В основном были затронуты вопросы высоких цен, работы партии, сферы образования, пенсионного возраста нефтяников. Это восьмая область, которую кандидат посетил в рамках предвыборной кампании. Далее запланирована встреча с актаусской общественностью. По нашей предвыборной программе мы проехали по всем регионам Казахстана, кроме восточной части страны. Мнения, высказанные во время встреч, были различными о структуре государства и другие мнения. Но один из вопросов, который мне очень понравился, касался выборов депутатов маслихатов на местах, о том, как повысить их активность. Кандидат в президенты Салтанат Турсенбекова с предвыборной агитационной кампанией посетила Атыраусскую область, проведены встречи с работниками медицинских учреждений, представителями неправительственных организаций и общественными активистами. В ходе совещания кандидат разъяснила предвыборную программу и ответила на актуальные вопросы жителей. Основной вопрос озвученный на встрече – снижение материнской и младенческой смертности. Всесторонне обсуждались пути улучшения ситуации в этой сфере. Кандидат выделила основные причины негативного явления в обществе и высказала свое отношение к путям его решения. Одной из основных причин роста смертности беременных женщин стала пандемия ковид. А следующая проблема – износ зданий, отсутствие соответствующей инфраструктуры и недостаточный уровень оснащения. В этом году по итогам девяти месяцев только в одной Атыраусской области зарегистрировано два факта материнской смертности. А младенческая смертность в возрасте до года в регионе за девять месяцев достигла 114.